Уважаемые трейдеры, как обычно в понедельник утром мы начинаем наш видеоматериал, посвященный статистике на этой неделе, выходящей на этой неделе, событиям этой недели. Это не обязательно макро-статистика, это может быть и выступление представителей центральных банков, это может быть каким-то заседанием. Итак, у нас понедельник, 22 мая, то есть сегодня не сильно богатый день на какие-либо данные, разве что можно выделить выступление представителей ФРС, также ежемесячный отчет Бундесбанка, но он не столь важен. Вторник у нас, опять же, несколько человек сразу выступают. Почему это сейчас важно, выступление членов ФРС? Потому что 14 июня будет заседание, на котором, как думает рынок, все уже предопределено, ставка должна вырасти. Вероятность этого события, я вам покажу, вот здесь достаточно высокая. Вот, 14 июня на сайте Чикагской товарной биржи фьючерсы торгуются, как вы знаете, 73% вероятность роста ставки. И я покажу этот фьючерс, собственно, вот он торгуется. Чем он ниже, тем выше, так сказать, тем выше ставка. Ну, формула тут такая, 100 минус текущий уровень. Если ставка показывает 99, то значит, точнее фьючерс показывает 99, то значит ставка будет 100 минус 99, 1%. Вот откуда берется вот эта вот статистика вероятности. Вернемся к календарю. Мы остановились на чем? Да, мы остановились на выступлении членов ФРС. Я бы не стал выделять важный вот этот индикатор деловой активности в Германии. Скорее ВВП куда более важный, тем более он окончательный. Рынки ждут, что Германия растет на 1,7%. Не очень много, в прошлый раз было выше. Индекс делового оптимизма тоже пропустил бы. Вообще неделя, конечно, не очень богата. Если бы не ОПЕК, если бы не минутки по ФОМК, по ФРС, то можно было бы на этой неделе вообще не торговать. Что у нас еще? Продажи на первичном рынке жилья тоже зря выделили в красный цвет. Вообще рынок недвижимости сейчас показывает какие-то вялые темпы. Точнее он растет, но не так, как рос, скажем, 10 лет назад в предыдущий пик, в предыдущий бум. Собственно, поэтому это не важно. Ну и вторая причина, почему это не важно, потому что два раза на одни и те же грабли не наступают. Уже был ипотечный кризис. Кризис на рынке жилья. Во второй раз пузырь там надуется уже с меньшей вероятностью. Ну и тем более цены пока даже не достигли уровней 5-6 года. Размещение облигаций США вот с такой доходностью было в прошлый раз. Возможно, сейчас будет выше. Все-таки ждут повышения ставки. Что еще можно выделить? Это уже у нас среда. В среду, как обычно, запасы нефти. Те, кто торгуют нефтью, вам просто рекомендую в этот раз уделить внимание запасам. Почему? В двух словах. Ну, во-первых, обратите внимание на то, как американцы добывают нефть. И они ровно добавили столько на рынке нефти, сколько отнял ОПЕК. У нас 25 числа будет заседание ОПЕК. И мне, с одной стороны, непонятно, почему рынок так бурно реагирует на события, которые уже в цене. Как вы знаете, сейчас уже с утра цены на нефть растут. Вот я включу WTI. Вот был сегодня даже ГЭП. Если увеличить, видно, был сегодня ГЭП. И сейчас цена 50.76. Локальный максимум, локальный рекорд, если уж брать, аж с апреля, за апрель-май, за два месяца. Я считаю, это хороший повод для того, чтобы войти в медвежьи позиции. Если не сейчас, то чуть выше. Воспользоваться общей эйфорией на рынке. Воспользоваться тем, что рынок, как обычно, от ОПЕК чего-то ждет. Возможно, каких-то сюрпризов. И быки начинают разгонять цены на нефть. Мне кажется, ОПЕК не способен сделать что-либо, что уведет цены на новые максимумы. Более того, мы знаем, что сделает ОПЕК. Скорее всего, продлит действие квот. С запасами. Да, мы говорили о запасах. Чем важны сейчас запасы? Тем, что если ОПЕК не удивит, то могут удивить запасы. В прошлый раз они выходили с небольшим снижением. Было снижение и на 5 миллионов две недели назад, по-моему. Если сейчас мы видим хорошие цифры роста запасов, то, наверное, на рынке не остается ни одного бычьего фактора. Я боюсь, что действительно запасы взяли курс на снижение. У нас уже две недели было снижение. И, наверное, наивно было бы ожидать, что вдруг они неожиданно сильно вырастут. Но учтите, этот тренд продолжается. На прошлой неделе количество буровых в США снова выросло. На 8 вышек и в Канаде оно выросло. Американцы не перестают добывать нефть, не перестают включать в эксплуатацию свои вышки. С чего бы этому тренду остановиться? С чего бы добыча американской нефти вдруг остановиться или даже развернуться? Так что ОПЕК оставит снова, скорее всего, квоты. Американцы не собираются останавливаться. Вот вам и график на ближайшие несколько недель и даже месяцев. Ну или настроение. У меня оно медвежье очень давно. И мне кажется, мы еще не увидели того, что рынок нефти может нам дать. Я не буду говорить про уровни 35-30, но вот 45 или даже 40 долларов за баррель я бы не удивился, увидев эти уровни. Хорошо, вернемся к календарю. У нас запасы. У нас вторичный рынок пропускаем. Публикация протокола ФОМК. Это важно, потому что приближается следующее заседание. Это важно, потому что корреляция между ожиданиями поставки и... Вот он, индекс доллара, я вам покажу. И самим долларом немножко противоречивый. Индекс доллара показывает новые минимумы аж с сентября прошлого года. Это weekly graphic. То есть так дешево доллар не стоил уже почти год. А рынок ждет повышения ставки. Ну, здесь мало что удивительного, если покопаться в причинах. Все-таки рынок уже давно настроен на эти 2-3 повышения в этом году. То есть было... Одно уже было, еще два осталось. Если ФРС нас не удивит большим количеством повышений, а он вроде не должен был нас удивлять, то эта ситуация понятна. Но все же, мне кажется, реакция рынка была чрезмерной. Доллар уж сильно упал при прочих равных. Если ЕЦБ нам не дает никаких сигналов, а ситуация в Штатах остается прежней, я бы все-таки больше был настроен на дальнейший все-таки рост доллара. Ну, или, скажем, коррекцию обратную. По евро и USD такая же картина. Евро вырос, то есть доллар упал. Есть небольшой какой-то лимит. Мы можем достигнуть каких-то уровней 200, может быть, пунктов, 100 пунктов лишних прибавить. И мне кажется, там локальный предел настал. Большего потенциала у евро нет, если нам ЕЦБ не принесет каких-либо сюрпризов. Но раз уж мы открыли графики, давайте еще посмотрим на S&P. Тут тоже картина была интересная. Три вершины, мощный уровень 2400. От него мы сильно упали. Сейчас пытаемся вернуться к тем уровням. Делать нечего на самом деле. Никаких сигналов, на мой взгляд, сейчас нет. Если мы пробиваем новый максимум, одна история. Если мы от него разворачиваемся, то хороший сигнал на разворот со стоп-лоссом хорошим. Это уже другая история. Давайте посмотрим, что будет происходить. Мы пока где-то в середине. Между локальным минимумом и локальным максимумом. Очень близкими. И точно уж тут делать нечего. Нефть мы рассматривали. Золото, да. Кстати, в ближайшее время у нас будет сразу два вебинара тематических. Один из них посвящен золоту. Факторам, которые влияют на торговлю золотом. Инфляция, неопределенность, другие важные факторы. Потому что вы знаете, золото – это спекулятивный инструмент. Давным-давно он уже не служит. Не является каким-то промышленным товаром. Цену которого определяют спрос, предложение. Или там сезон свадеб в Индии очень сильно влиял раньше. И второй вебинар будет посвящен выборам в парламент Великобритании. Так что следите за новостями. В ближайшие четверги будут вот эти два вебинара. Окей, вернемся к календарю. Времени у нас мало. Потому что эти недельные обзоры мы решили их делать короткими, чтобы не отнимать у вас много времени. Темпы роста в Британии достаточно важны для фунта, инфляция, ВВП. Эти две вещи будут в ближайшее время формировать понимание членов по монетарной политике Банка Англии. И именно эти показатели, даже не выборы в парламент, а именно вот эти два показателя, будут нам намекать на то, продолжится ли рост фунта. Вот этот тренд, который уже сформировался, мне кажется, тренд уже достаточно плотно сформирован. Это тренд на рост, бычий тренд на GBPUSD. Или же все-таки поспешили быки на паре фунт-доллар. Не стоит так сильно расти. ВВП слабая, инфляция слабая. Но посмотрим. Она пока не слабая, она пока достаточно высокая. По Штатам у нас еще одна новость. Нет, это уже будет в пятницу. Ну, опять же, несколько выступлений. И ЕЦБ, и из ЕЦБ, и из ФРС. И вот хочу поговорить об этом индикаторе. Заказы товара длительного потребления. Хочу напомнить одну историю. Многие трейдеры, наверное, не знают. Было давно, 2007 год. До того, как рынки в 2008 году развернулись. Рынки или экономика показала значительные проблемы. Кризис, да, ипотечный. В 2007 году была такая маленькая тренировочка. Разворот индексов основных. Рухнули Dow Jones. Еще несколько индексов. Ну, не то, чтобы прям рухнули, но была серьезная коррекция и просадка. Она случилась ввиду, по причине сильного падения вот именно этого индекса. Заказы на товары длительного потребления. То есть от трех лет и больше. Так что время от времени этот индикатор намекает, показывает нам серьезные проблемы в спросе. Если сейчас или в какое-то время это случится, не удивляйтесь, и рынок может на это тренировать. Другое дело, что индикатор сам уж волатильный, сам по себе. И для того, чтобы рынки почуяли опасность, нужно, чтобы он упал ни на один, ни на два, ни на три процента, там целых на десять. То есть учтите это, имейте в виду. ВВП по США предварительное выйдет тоже в пятницу. Рынки ждут очень низких темпов снижения. Но это квартальные темпы снижения. Ну и я думаю, все. Мичиганам уже никого не удивить. Мы уже давно видим хорошую динамику по мичиганскому индексу. Сейчас это не столь важно. И, конечно же, число буровых от компании Baker Hughes. Это компания, которая занимается расчетом, статистикой количества нефтяных вышек в США. Ну о нефти мы уже говорили. Наверное, все. Ну, на этой неделе опять же сделаем, резюмируем все, о чем я говорил. ОПЕК. Я не жду каких-либо сюрпризов. Я готовлюсь к медвежьим позициям по рынке нефти. Снова войти на понижение. Те, кто следит за вебинарами, знают, что я долгое время был медведем. Но сейчас у меня конструкции опционные немножко изменились, перевернулись. Я ни бык, ни медведь. У меня два фьючерса вроде куплено. Я даже могу показать. Два фьючерса вроде куплено. Вот они. Но по ним есть хедж. Если они упадут, я не сильно потеряю. И я уже их отдал по 50 и взял за это какие-то деньги. Но это уже другая история. Хочу сказать, что я жду входа в нефть. Снова в медвежью позицию. И буду ее формировать, наверное, в ближайшее время. О ставке мы тоже, наверное, говорили. В ближайшее время. В 14 июня будет первое заседание. И рынок ждет повышения с большей вероятностью настроен на повышение. Ну и покажу вам график. Может, показывал. Просто видео снимается не с первого раза. Приходится несколько раз показывать одно и то же, чтобы создать качественный продукт. Но многие из вас догадываются, что сложно снять без запинки видео с первого раза. Стараемся мы ради качественного контента, чтобы слушатели, трейдеры получали именно интересный, качественный контент без каких-либо промахов и ошибок. А это у нас добыча со стороны ОПЕК. Вот она упала сильно. И это добыча американских сланцевиков. То есть ровно настолько же компенсировали американцы. Поэтому, когда я говорю о медвежьих позициях на рынке нефти, я опираюсь на то, что нефти с рынка не ушло так много или вообще не ушло. Все, что убирает ОПЕК, добавляют американцы. Итак, на этой неделе у нас самые важные активы, которые могут сильно измениться в ценах. Это нефть, индексы, потому что все-таки недавно была такая попытка уйти сильно вниз. Из индекс доллара все зависит от того, каким выйдет протокол ФОМК и что будут говорить члены ФРС. Очень много выступлений будет на этой неделе, вы видели. Ну и думаю, все. Особо других важных моментов, которые могут произойти на этой неделе, я не вижу. Всем желаю удачной недели. Всем желаю профитов. Это был недельный обзор макро-статистики от Admiral Markets. Встретимся с вами во вторник, завтра на вебинаре. Это был Фред. Желаю вам хороших профитов и удачных сделок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова